всем привет дорогие друзья с вами джейкоб и я уже не первый раз пробую снять вот это наконец-то видео может получиться обо чем оно это будет туториал по тому как сделать свой замечательный арт с помощью замечательной программы paint tool say или же скорочина say на самом деле я уже примерно три раза пробовал записать видео то есть этот туториал и что-то у меня все время я так тубил что просто приходилось на ново переснимать и так и не снял нормальную так сказать версии но сегодня я постараюсь это сделать ну во первых paint tool say это программа в которой можно рисовать многие красивые арты и картинки просто такое может как-то эффектно даже в некоторой части как бы обрабатывать картинки но также эта программа обитает так сказать таким свойством что здесь есть как раз набор тех самых-самых нужных как раз инструмент и это очень даже хорошо и так мы создаем новый холст то есть вот этот слой и конечно мы можем пробовать сначала вот как-то вот так рисовать арт какой-то такой но конечно это же не будет настолько красив как у всех для этого мы создаем новый векторный слой вот и на нем у нас уже совсем другие инструменты то есть здесь у нас есть такая ручка так здесь у нас есть еще нет это вот резинка как бы еще вот этот так извиняюсь я немножко отвлекся вот этот инструмент и до сих пор не знаю что это такое это даже не использовал это чтобы линии как бы корректировать вот здесь два инструмента которые нам очень даже понадобятся это вот этот курви или сарф чем говоря он делает вот такие разные сгибы причем можно их легко отрегулировать потом нажав просор вот перетаскиваем делаем тоньше как хотим просто это очень даже удобно так все хорошо и вот этот лайн то есть он делал длиннее но это вроде как понятно уже все так и давайте переступим делать арт насколько я смотрел сколько уже туториалов в ютубе потом ну как сделать арте ну конечно не очень много но немножко есть и все они идут не менее чем 20 минут поэтому я постараюсь вложиться как бы в это время и наверное это видео не буду монтажировать так как монтаж слишком много займет еще мне это видео видео нужно завтра кинуть на youtube то есть у меня сейчас как бы вторник м м вот ну и давайте начнем для начала нужно нарисовать какую-то голову делаем ровные красивые какие-то линии не на весь как бы вот этот лист вот я примерно так на глаз делаю это мы сможем также переместить так нет вот давайте как то ровнее и как тут я даже ничего говорить не буду просто на этом и кстати можно просто легко подкорректировать поэтому не пугаемся для начала хорошо что делаем теперь теперь нам нужно сделать волосы то есть как мы и будем делать мы делаем их что это за так делаем волосы так даже не знаю какие бы здесь нарисовать ну давайте как бы какие-то такие я пользуюсь когда рисую волосы я пользуюсь инструментом вот этим сарва или как это правильно считается даже не знаю что получится давайте что то такое типа я опять же молчу просто как бы ну здесь даже объяснять то и толком то нечего то есть все нелегко он как бы главное немножко владеть этими инструментами но для я лично я учился в этой программе сам то есть я пересмотрел только примерно ну два или три туториала причем их снимали не знаю какие-то школьники что вообще ничего не понятно как то так не знаю даже в общем если что то можно будет вот эти линии как бы все подкорректировать то есть это все легко вполне так что это как медленный ступок эти линии вывожу давайте как то уже так и вот здесь конец примерно такой же сделаем так берем этот инструмент примерно где у нас заканчивается линия вот так вот и делаем как то такого типа так главное голову также слишком круглой как бы не сделать то есть иногда просто может некрасиво как бы получить даже иногда бывает не похоже уже на майнкрафт но вполне иногда получаются красивые арты хорошо и теперь конечно видим что это некрасиво поэтому берем и стираем вот эти линии и самое главное что эта программа еще и умная то есть как то есть если например я немножко залезу за край вот линии то есть он не стрется то есть программа понимает как бы что я случайно залез как бы туда и поэтому опять же назад это все дело исправляет как бы вот вот даже здесь ставим кусочки вот смотрите она автоматически ощущает так извиняюсь меня просто загрузка в тренде уже закончилась так быстро стираем вот смотрите я даже специально залезу немножко вот это уже через чур вот вот так вот то есть видите она не хочет как бы стирать ну и вот это еще не очень красиво ага это можно просто взять этот инструмент прессар и вот так вот хорошо а теперь волосы делаем как бы кончики вот просто берем этот инструмент прессоры и просто как бы держим и проводим влево влево это как бы сделать сделать как же это правильно сказать то в общем тоньше вот а вправо это толстей ну толще вот опять же я немножко не очень как бы разбираюсь в русском языке поэтому опять же прошу прощения хорошо блин видео уже восемь минут это конечно не сразу легко но за каких то полчасика можно сделать вполне красивый арт и это вполне возможно хорошо блин опять же молчу я ну да действительно просто здесь нечего так слишком что объяснять здесь все вроде как должно быть понятно вот я делаю вот так примерно хорошо что мы делаем теперь так это долбанный интивирус так я вижу что здесь немножко нужно подправить и здесь немножко вот так вот как то хорошо блин это антивирус уже достал меня я его даже отключил уже ладно что мы будем делать вот честно я вам признаюсь что глаза я рисовать не умею поэтому мы будем рисовать очки ему да так выбираем инструмент line он есть напоминаю в векторном слое так да и сделаем красивые очки и вот какие то такие это немножко там нет даже ветерать не будем то есть вытерем только не волосы а именно линию где которые случайно не туда как бы залезли так делаем очки не слишком какой большие то есть нормально все уместилось вот каким то таким образом арт я делаю наверное не знаю кому если даже захотите кто-то может даже не умеет делать арту я кину ссылку на него как бы и кто может кто-то возьмет себе скачает арт кто не умеет делать я могу просто так даже сделать мне как бы это все не жалко ладно хорошо теперь это все дело опять же корректируем вот опять же кончики торчат немножко это опять же можно легко сдвинуть так хорошо опять же нажал ну и вот здесь что мы делаем здесь ничего такого не нужно а вот здесь пожалуй мы вытрем эту линию то есть она даже не хочет сразу вытеряться как бы действительно ладно что мы сделаем и тогда тогда мы наверное давайте как-то сдвинем а нет то есть да можно вот так вот сделать вот и вроде все нормально да еще вот здесь так так же сделаем вот так вот так ну опять же кончики немножко потоньше делаем а то не очень как бы хорошо так что это такое напутанное а это так же берем легко себе и просто стираем давайте побольше возьмем эту стирку так хорошо это так же можно сделать то есть здесь как бы все в этом в этой программе все как бы настроено именно для удобства то есть здесь все очень очень удобно то есть и самое главное что программа программа не сложная вы и вы легко можете мне сделать что захотите так это немножко пододвинем это немножко сюда а это пожалуй немножко вот так а что ну вроде как неплохо так давайте вот так вот сделаем ну вот действительно вот отлично то есть у нас уже что-то как бы вырисовывается а теперь давайте сами как бы эти очки нарисуем то есть линзы эти ну уже вроде ровно получилось ну и здесь конечно необязательно все слишком ровно делать то есть здесь здесь конечно есть такие инструменты которые уже сами это все дело вам как сказать устроит вот так хорошо вроде нормально и здесь также примерно отступаем то есть примерно вот тут вот вот где-то здесь и так чтобы вас не напрягать я уже это все сделал что нужно да и если давайте немножко отодвинем вот примерно и вот здесь немножко вот так давайте пониже возьмем это все как бы дело не совсем как бы и легкое не совсем как бы тяжелое даже не знаю как выразиться то есть ладно давайте сделаем небольшой рот то есть как ну как легко ладно давайте сначала нос а потом уже рот так и давайте вот здесь подотрем ну то есть вытерем он даже не хочет опять же да вот вроде как все а хорошо еще этот нет все было нормально вот вот вроде как хорошо блин меня напрягает что оно немножко слишком там наверху наверху уже как бы вот хорошо ну и давайте нарисуем наконец-то этот нос и вот уже приступим так берем четверочку примерно давайте даже так ну конечно у нас не не обязательно нарисовать то есть не очень иногда не получается так давайте нарисуем с открытым ртом то есть тогда же красивее будет вот сколько мест здесь очень много то есть да и холст новый как бы проект что я создаю размером 800 на 800 то есть это как раз как бы принимать оптимальный размер и вы можете спокойно себе его делать хорошо но также есть еще способ намного легче то есть если вы например в программах разных рисовать не умеете то это все можно легко сделать то есть как то есть мы на бумажке рисуем там само лицо потом в эту программу как бы открываем в этой программе и здесь уже просто обрисовываем то есть это так даже легче я так несколько артов делала вот так то есть вот это я делал как бы сам сначала рисовал ну да и голова слишком круглая но ничего вроде симпатично так смотрится ладно продолжаем и так что мы дальше делаем дальше у нас идет разрисок что мы делаем вот здесь есть волшебная палочка такая вот нажимаем вот сюда и выбираем что будем разрисовывать давайте начнем с волос как и всегда вот здесь видим такие белые кончики как бы то есть если мы мы их оставим то они просто не будут зарисованы и это как то как уже говорил один пацан в одном видео не профессионально что ли ой что здесь так а теперь просто выбираем как бы подходящий цвет вот какой то примерно такой что мы делаем чтобы разрисовать если мы здесь будем это все рисовать то есть это у нас не получится берем вот этот слой и теперь когда мы будем рисовать то за грани мы просто не можем выходить то есть получается такая таким образом такая себе маска то есть это очень удобно это есть в многих программах да почти у всех и в фотошопе и даже вроде как в пейнт хорошо зарисовываем теперь что не спешим это все дело как бы убрать не спешим убирать это выделенное все поскольку нам еще это пригодится что мы делаем давайте сделаем так чтобы как то что то типа отсветливалось как то так вот делаем что то такого вот типа но вы скажете это же совсем ни на что не похож для этого мы берем вот такой инструмент блюр и вот здесь вот так вот это все делаем хорошенько все размазываем то есть чтобы нас не было видно вот этого всего и вот этих полосок вот так же давайте даже восемь десятку возьмем чтобы сделать вот так вот как то нормально вот уже как бы здесь есть какой то свет давайте еще даже сделаем красивее то есть сделаем вот так большой опять же я молчу ладно ну ничего вот вроде как уже как бы нормально ну и теперь наверное вот сделаем такое многие как бы делают вот что сделаем здесь мы рисуем так давайте тридцатку возьмем вот что то такого типа и берем здесь опять же немножко потоньше то есть как вот здесь немного только здесь размазываем до тех пор пока не будет заметно вот этих как бы линий каких то То есть, чтобы это все дело было как-то красиво. Вот. Уже у нас получается что-то некрасивое. Вот. Опять же, здесь замазываем. Конечно, делать арты очень как бы прикольно даже. И самое главное, что на них можно зарабатывать. То есть, вы можете создать свою группу ВКонтакте, там их по ценам продавать, если вы действительно хорошо умеете их делать. Если же вы какой-то нуб не советую. То есть, конечно, обижать я никого не хотел. Не все мы идеальны. То есть, кто-то в чем-то больше разбирается за кого-то другого. Все разные. Ладно. Хорошо. Это уже может я даже чересчур вот это все сделать. Поэтому мы можем вот так вот сделать как-то. хорошо. Блин, уже 22 минуты. Афигеть. Теперь можем убрать выделение. То есть, как вот здесь. Жмем и все. Ну, что-то такое. Конечно, это не очень даже слишком красиво получилось. Ну, ладно. И давайте быстренько разрисовываем у нас лицо. Также многие задаются вопросом, почему у меня не выделяется там этой волшебной палочкой у меня вот так вот все выделяется. Для этого нужно выбрать векторный слой и тогда уже все делаем как хотим. Так. Вот здесь вижу немножко. Вот это не даже вот эту крапочку все равно где-то, но она как бы будет заметна. Поэтому советую вам сразу это все дело как бы... Ой, это не... Это... Это не... Это не лицо. Перепутал. Хорошо. Ну и теперь вы просто... Вот. Многие также не могут найти хороший цвет для кожи. То есть вот он и есть примерно вот вот где-то вот здесь и вот здесь его ищем вот примерно где-то тут. То есть он есть такой как раз подходящий. Это слишком темный. Так. Вот. Берем вот это все. Вот. Как раз самое то. Я бы сказала так. Хорошо. Так же не спешим это все дело убирать как бы это выделение. Что мы делаем? Теперь берем я по крайней мере так люблю делать. Берем немножко потемнее и вот так вот тут замазываем замазываем тут еще можем немножко под глазами вот так вот и опять же этим блюром вот так делаем пятьдесяткой даже лучше вот вроде как неплохо хорошенько так растираем это все что слишком у нас как бы оно не отражалось особо поскольку иногда можно вот таким вот оставить и все спрашивают что это такое что поэтому нужно все плавненько вот и у нас уже что-то получается уже более красиво даже я бы сказала и что мы делаем теперь что нам нужно теперь мы создаем новый слой зачем мы будем делать тени выбираем полностью черный цвет потом векторном слое мы выбираем вот это все хорошо пусть так после чего выбираем наш второй этот слой и вот здесь размер поменьше и делаем вот такую себе тень я конечно не хочу задерживать видео оно уже 25 минут это пустын ужас я не ожидал что так долго это все будет поэтому я остановлю на паузу и вот так вот мы проедемся а потом уже скажу что дальше делать ну и вот я вроде как сделал тень и вот здесь именно в этом слое да я еще сделал тень от очков да еще что мы делаем мы здесь непрозрачность именно на этом втором слое где на стене мы делаем вот то есть видим делаем примерно давайте 30% вот как-то уже неплохо да по-моему красиво теперь раскрашиваем наши очки и потом фон и арт будет готов опять выбираем векторный слой выбираем волшебную палочку да также в этих линзах я потом расскажу очень интересно можно будет что-то придумать так очки я люблю делать либо такие зеленые либо примерно такого вот цвета ладно давайте вот такого вот примерно так и в них также сделаем какой-то отблеск то есть пока что не в линзах а делаем посветлее делаем вот как-то так вот и вот здесь и опять же блюр и вот как-то так красиво вот например примерно как-то так да также можем просто даже белый взять немножко так по-моему красиво да действительно хорошо хорошо значит ну и теперь уже приступаем к самим линзам то есть как опять же берем векторный слой выделяем линзы две наши и берем какой ну примерно вот такой не совсем черный а немножко серый слегка цвет и вот это все зарисовываем что делаем потом потом берем уже почти белый и вот проводим вот такие две две что-то я уже на украинский перешел вот такие две полоски то есть вот так вот и теперь опять же блюром это все делаем замазываем таким таким образом вот главное чтобы линии не осталось поскольку на очках это очень заметно то есть человек когда смотрит на такой примерно артан он обращает внимание именно на очки примерно на эту часть арта и вот здесь вот так вот замазываем вот и у нас получается такой отблизко в этих вот очках да ну и в принципе вот такой вот арт у нас получился и вот самое последнее это хорошо смотрим вот здесь еще не забываем так какой делаем фон один чувак можно сказать даже мне подсказал какой хорошо бы делать берем примерно такой зеленый цвет вот здесь его как бы рисуем на полумину типа вот так потом берем такой вот цвет также наполовину рисуем очень у нас красивый фон получится и что делаем теперь теперь берем 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 блюр размерчик примерно так 60 берем и вот размазываем то есть вот так примерно вот и у нас получается готовый арт причем цвета очень симпатично то есть красиво совпадает по моему очень красиво хорошо да и здесь оставлю я свой автограф привычка такая конечно вы будете делать свой то поставите свое тоже я поставлю джейков делаем внутри примерно такой небольшой ой забыл черный взять это черный а да плотность вот примерно так джейков чан вот хорошо у нас все готово ну вот так вот ну конечно же вот 31 минуту ну и что ж друзья с вами был джейков подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх также лайкайте за 31 минуту также жду ваших комментариев будет интересно их почитать заходите в две мои группы вконтакте и что ж друзья с вами мы встретимся в пятницу в интересных фактах майнкрафт ну а я с вами прощаюсь и всем удачи всего такого да также давайте его сохраним быстренько берем формат вот этот и берем арт просто арт и его кстати если кто-то как бы не умеет делать арт то есть вы себе его скачаете я оставлю ссылку на скачку его в описании вы себе его скачаете вот и спасибо что посмотрели опять же с вами был джейков подписывайтесь на канал ставьте большой подсвет а это уже я говорю ну и все скачать опять скачать скачать г скачать в все Субтитры создавал DimaTorzok